Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вас всегда ждут своевременные, а главное, оперативные обзоры на всё новое, что появляется в нашей игре. И в нашей игре, как вы знаете, появились новые три коллекционных танка, которые принесли нам игровые события нового сезона. Итак, ребят, E10 был на обзоре, ссылка в описании, там же вы найдёте ссылку на обзор с DTH-STR, абсолютно два честных обзора в стиле моего канала. Ну и в этом видео обсуждаем с вами венец этого сезона, KV-GR. Как я говорю, машина, которая явно не является KV-2, а точнее является KV-2, который объелся стероидов. Машину засунули на девятый уровень, и я бы не сказал, что прям действительно на девятом левеле ей место, но в целом машина может впечатлить. В отношении того, как будем тестить, точно так же, как и в двух предыдущих случаях обзоров на предыдущие две тачки, мы будем играть сначала на базовом состоянии машины, потом выведем её в топ, ну и, соответственно, посмотрим, а есть ли разница. В отношении подвижности, здесь ничего весёлого и интересного, 38 вперёд, 12 назад, но в целом это тяжёлый танк девятого уровня, который имеет плюс-минус неплохую броню. Окей, хорошо, можно простить. В отношении орудия, вы знаете, тут, как обычно, с одной стороны есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Плохое это время сведения, которое составляет 5 секунд, безбожные 5 секунд, с учётом того, что в оборудовании данный показатель я пытался улучшить двумя слотами. Разброс практически 0.5, 0.477. Короче говоря, орудие ближнего боя, это однозначно не танк, на котором стоит делать вид, что ТПТ и работать через всю карту. ДПМ ниже уровня плинтуса, я редко это говорю, но это факт, 1500 единиц. Короче говоря, это явно не ДПМщик, но в то же время это просто мега-альфач. 600 единиц разового урона на базовом снаряде и 930 единиц на осколочно-фугасных с пробитием в неполные 70 мм. В отношении базового снаряда пробитие 230. И я бы не сказал, что это за гранью возможностей. Могло быть и лучше, но лучше будет потом, когда мы откроем топовое орудие. В отношении угла сплывания орудия вниз всего лишь минус 6, но в целом нам ли привыкать, а уж тем более нам ли владельцам КВ-2 привыкать к времени перезарядки 24 секунды. Ну что, берем танк, поехали посмотрим, на что он способен в своем базовом состоянии, то бишь в состоянии, в котором вы его получите, когда откроете. Итак, ребят, исходя из базовых показателей по ТТХ, я для себя понимаю, боже, как он медленно вращается на месте. Я для себя понимаю, что это танк одного направления, то есть перекатиться куда-нибудь в другую сторону, если вдруг мне этого захочется, я не смогу однозначно. Вперед машина едет медленно, ну, прямо, я бы сказал, продавливая перед собою невидимые преграды. Ну, реально, ощущение такое, что ты действительно какой-то, я не знаю, ледокол, что ли, который медленно, но уверенно идет к своей цели. Ну, а цель моя простая, найти кого-то поближе к себе, понимая, что орудие у меня явно косое, мне нужен кто-то, все-таки рядом находящийся, для того, чтобы закинуть в него весь потенциал этого орудия в отношении урона. Но, ну, слушайте, классно, получил не пробитие, а в ответ дал 657 единиц за один выстрел. Это действительно очень приятно, действительно очень классно. Понимаю для себя, что без поддержки союзников играть на данном танке однозначно не получится, то есть постоять за себя самостоятельно явно не выйдет, потому что у вас не хватит ни времени перезарядки, ни времени сведения, ни точности на средних-дальних расстояниях. Ну, вот сейчас опять пошел в размен, получил, правда, немножко больше, нежели закинул, но в целом урон свой дал. Короче говоря, это типичный КВ-2, рил, типичный КВ-2, только на девятом уровне, танк, который, в принципе, предназначен для того, чтобы за бой сделать несколько удачных выстрелов и этим нанести существенного урона соперникам. Вот и все. То есть вся его задача. Это не ДПМщик, это не танк, на котором ты можешь приехать и начать бодро там всем раскидывать. Всем раскидывать не получится, поэтому придется с самого начала определяться, кто для тебя приоритетная мишень, это в первую очередь. Ну, а во-вторых, иметь терпение и сноровку дождаться момента возможности нанести этот урон. Но, ай, родимый, 554 урона закидываем. Ребят, первые места даже в базовом состоянии данного танка в пределах вашей команды вам обеспечены в отношении количества наносимого урона за бой. Досматриваем бой, выводим машину в топовое состояние и обязательно смотрим, какая разница будет и будет ли эта разница вообще, по крайней мере, по ощущениям. Ну что ж, ребят, давайте подбивать итоги. 2166 единиц нанесенного урона. Потенциально за бой я мог бы сделать еще несколько выстрелов, где-то 2-3 удачных при нормальной поддержке команды. Я ни в коем случае сейчас команду ни в чем не виню. Просто констатирую факт, что если бы я в бою продержался, ну, немножечко дольше, и у меня была бы возможность уходить на перезарядку полноценно, то я думаю, что первое место я бы однозначно спокойно занял, причем с уроном в 3000 с копейками. Это без вопросов точно. В целом, даже в этом состоянии танк меня не удивил. Но не удивил меня в данном случае позитивно. В каком смысле? Я ожидал того, что здесь я получу что-то не то, на что я рассчитывал. С недобабахой там все понятно. Там вместо уронного орудия барабан на 3 снаряда. И она вот тебя бац и удивила. В отношении Е10 он вообще не похож на Е100. Ни в каких проекциях, кроме разового урона, возможно, и бронебашни. Во всем остальном это танки все-таки играются по-разному. А вот этот вот, уж простите, переросток КВ-2, он действительно меня не удивил. То есть он дал мне то, чего я от него ожидал. И за это я разработчикам реально благодарен. Потому что они смогли переместить машину с нижнего левела на верхний левел. Не потеряв при этом типа игры и стиля игры на данной машине. А главное, потенциальных ощущений, которые ты ждешь от этой машины. Ну что, выводим машину в топовое состояние. И давайте будем смотреть, насколько изменятся технические характеристики по орудию в первую очередь. Ну и, соответственно, посмотрим в бою, а действительно ли становится играть как-то приятнее, интереснее, веселей. Ну а, как я это называю, фановей. Мне главное, чтобы танк приносил мне удовлетворение от боев. И, честно говоря, даже в базовом состоянии я удовольствие от боя получил. Да, мы не победили. Да, я не был на первом месте в команде по количеству урона. Но, блин, мне понравилось. И мне кажется, это главное. Что мы имеем, когда выводим орудие в топовое состояние? 20 секунд перезарядка. Уже существенная разница. 4,8 по времени сведения. Я думаю, что здесь мы разницы не прочувствуем. В отношении разброса под очень большим вопросом действительно разница будет ощутима или нет. Но, опять-таки, заценим в бою. Поднялся ДПМ, но несущественно. Но, в то же время, я для себя понимаю, что 630 единиц урона, а у нас было с вами 600, я смогу накидывать гораздо быстрее. А это потенциально больше удовлетворения от боев. 240 миллиметров пробития все так же меня смущают. Ну, ладно, будем бороться с этим вопросом, пытаясь использовать голдовые снаряды в случае необходимости. Ну что, ребят, поехали. Вообще, честно говоря, очень хочется засунуть кому-нибудь осколочно-фугасный на 960 разового урона. Вот это будет гораздо интереснее. Все, друзья, вроде бы все обсудили. Единственное что, сейчас поставим голдовые снаряды, которые я забыл взять с собой в бой. Ну и вот теперь мы полностью готовы к тому, чтобы затестить танк в топовом состоянии. Погнали! Ну что, ребят, давайте будем начинать. Топовое состояние машины в отношении подвижности. Да, я чувствую разницу. Она может быть не сильно существенная, но разница в отношении динамики есть. В отношении маневренности тоже ощущается, что вправо-влево машинка мансит немножко поприятнее. Но не могу сказать, что прям действительно как-то заоблачно. Так. 594 единицы. Ну, неплохо. Неплохо получилось. Повезло сейчас. А вот здесь начинаются проблемы. Нас двое. Я и легкие танки. Понятное дело, что вдвоем вот этих троих товарищей мы не выдержим однозначно. Я, конечно, попытаюсь по максимуму. Но навряд ли из этого что-то позитивное получится. Скорее всего, нас здесь разберут. И на этом, в принципе, моя катка закончится. Обидно, конечно, будет, если все так быстро произойдет. К сожалению, команда занята там своими делами. В поддержке особо никого нет. Ну и, соответственно, остается рассчитывать пока только на себя. Приехал Т-95. Окей, это хоть как-то. Но все-таки нет. Нет шансов у меня выжить здесь однозначно. Так, адреналин. Ну, на этом, в принципе, привет. На меня охотится. Боже мой, как сейчас красиво сработал Т-95. Обязательно, обязательно лайкос. Даже если он будет далеко не на первых местах в отношении количества нанесенного урона. Но он сыграл реально божественно. Так, где там желающие? Легкие и средние танки. Есть возможность заценить осколочно-фугасные снаряды. Стоять на захвате не буду. Моя цель не так победа, как попытаться заценить сам танк. Забрали легкача. Я понял. Затесить фугасы, скорее всего, не выйдет. Ну и... Тут бы доехать, чтобы тычку сделать. Так, пока переходим на базовое. Там будет видно. Ну, потенциально ты должен быть ко мне кормой. Дай хорошенько фугас тебе вдавить, а? Пожалуйста. Но! Ну где ты, блин? Ладно, базовый. Фиг с ним. 52 единицы нанесенного урона. Ладно. Как сложился бой, так сложился. Ничего никогда не вырезаю. Ничего никогда не выбрасываю. Просто хочу, чтобы вы видели все-таки, какое оно есть на самом деле. И в такой замес, как только что был, вы тоже имеете все шансы попасть. Ну и, соответственно, не факт, что в этом замесе будет вот такой вот умелый МТ-95, который мне лично очень круто помог. Даже вот в таком вот коротком бою, 2500 единиц нанесенного урона, два уничтоженных соперника, масса позитивных эмоций, на что я обратил внимание, что он реально танкует. В нем действительно есть броня, и меня действительно несколько раз довольно-таки не кисло не пробили. А вот если бы смогли пробить, то понятное дело, что я бы уже отдыхал в ангаре гораздо раньше. Первое место в команде по урону. Я обещал поставить лайк данному игроку. Я всегда ставлю вот этот лайк всем своим союзникам, но когда действительно произвели впечатление, отправляю ребятам огонек, потому что они действительно этого достойны. В отношении самой машины разница действительно есть. И мне кажется, что вот таким этот танк и должен быть на своем девятом уровне. Не ДПМный, не сильно быстрый, но очень альфовый и довольно-таки решающий своим уроном. Плюс к тому, стоит отметить, что я действительно прочувствовал разницу в отношении качества игры на танке, тогда, когда получил орудие со временем перезарядки в 20 секунд. Это действительно приемлемая перезарядка с учетом уровня урона, который можно наносить. Ну а в отношении точности и разброса, ребят, а что вы хотели от КВ-2? Да, пускай и передвинутого на девятый уровень, но все-таки это КВ-2. Крутой, мощный, уронный, не сильно подвижный, но очень интересный. И явно зайдет любителям прототипа данной машины. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. Вы, если за честность, подписывайтесь на этот канал и жмите обязательно на колокольчик, ставьте лайки, а еще жду вашего мнения по поводу сезонных танков. Мне будет интересно почитать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.